Мои дорогие телезрители рады приветствовать вас в новом выпуске. Вот мы подошли артист Пейнт Потс. Вот она смотри. Одна миля. Ну идем посмотрим что там прогуляемся. Там аж бурлит, кипит, парит. Так вот так вот наверх вон видите обзорочка вот туда и вот этой дорогой вернемся и пойдем назад. Таков план. Кровавый гейзер смотрите. Сверху какие виды потрясающие. Огонь. Как вам вид отсюда? Слов нет. Реально слов нет. Тут у нас грязь подпрыгивает. Смотрите. Бульк. Бульк. Прикольно. Реально клево. Какой цвет. Обалдеть. Все мы кругуля дали. Вот развилочка с которой мы начинали. Идем обратно в машину. На машину идти две минуты. Садимся и едем на водопады. Офига себе. Горная речка. Так мы подъезжаем. Что тут осталось две минуты. Firehall. О да. Хренаж себе. Вот вам и Firehall River. Река тоже одноименная. Вот водопад. Вот они. О да, Марусь. Мощнецкий. Сильно очень. Красиво. Красиво. Это просто одно удовольствие ехать вдоль такой горной речки и наслаждаться видами. Просто посмотрите. Обалдеть. О, нечто. Огромный зубр. Смотрите какой зубрик. Вот лежит. Обалдеть. Вы это видите? Вот он. Зубрище. Лежит загорает самый настоящий елоустонский зубр. Я сейчас здесь... Блин, был бы внедорожник, я бы съехал. Съехал. Можно? Я остановлюсь. Фоткай его Марусь зубрика. Какой клевый. Какого-то Лоуэргейзер. Куда мы и держим наш путь. Смотрите, какой он великолепный. Весь будет путь. Вот как-то так это все выглядит. Все умерло. Все деревья погибли. И вон там вот вся долина в гейзерах. Ну, сейчас быстренько, я думаю, минут за двадцать мы пройдем. Марусь вообще, говорит, на пять решила выйти. Мы не планировали это. Девочка плачет, непонятно почему. Говорит, папа земля умерла, жалко. Кому-то птичку жалко, кому-то землю. Так, Маруся читала и говорит, дело там нефиг с той стороны. Так что вот это голубое озеро сфотографируем. До вот этого пройдемся тоже сфоткаем, посмотрим и пойдем дальше. Кипят горячие ванны. Сейчас до того дойдем. И вернемся. Ха, в коем-то веке моя демократия победила Марусину тиранию. И мы решили сделать все-таки этот кружок. О, Маш, смотри, какой цвет воды. Сейчас тогда посмотрим, что там. Там делать нечего, Маша говорит. Ну, кружок маленький, так что быстро пройдем. Красота. Снова бурление грязи. Подпрыгиваю так. Ну, видно. Бурь, бурь, бурь. Так. Вон там активный дымоход. И с той стороны просто толпа народу встала. Сейчас взглянем. Реально можно камеру не выключать, все постоянно снимать. На каждом таком споте, так сказать, можно проводить, блин, часами время. Здесь час пять минут отъехал, там час провел. Смотрите. Красота. И мы опять идем. Давай, давай, прямо на меня. О, как тепло. Ой, клево. Ну, идем туда, где вся толпа стоит. Что там? Там вся долина просто дымит. Вот оно что, Михалыч. Вон, просто фонтан до десяти метров в небо фигачит. Ух ты. О, да. Так, это самый нижний, самый менее красочный из трех. Потом будет вот средний и верхний. Вот те стоят. Притом верхний это хайлайт поездки. А на этом, если бы у нас времени не было, мы бы его и пропустили. Что там гейзер, блин, пять-семь, максимум десять метров высоту устреливать. Мы в слайде не такое видели. Джет-гейзер вот отсюда. Иногда выходит, а здесь вот этот вот самый главный в этом месте. Клепсидра гейзер. На себе, у меня первый раз в жизни такое. Мы уже к машине подходим, но я решил вот здесь вот ручейок идет потрогать воду. Какая она теплая. Во-первых, статика. Я офигел. Вот реально первый раз меня водой шарахнуло. А во-вторых, она холодная. Прям реально холодная. И соленая. Ну, первый раз меня, блин, током вода ударила. Я в шоке. Офига я наэлектриализован был. Парковка и беда. Мы вдоль дороги поставили. Чтобы там не искать, не бегать, не прыгать. Вот. Пройти всего лишь десять минут. Идем. Так. Ну, а вот и Мидвей. Вот. Тут прям гейзеры. Вода стекает. Это второй по значимости. Здесь. Следующий будет вообще просто хайлайт реально всей поездки. Так. А вот и речечка. А вон и гейзер стекает. Смотрите. Вот горячая вода. И вот. Прям в речку. Огонь. Мидвей гейзербазин. Офигеть. Класс. Вот так я себе Монтану представлял. Ну и Вайоминг соответственно. Вот. Стоять форельку дербанить. Офигеть. 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 Только форельку тут не поймаешь. Надо же не дура там возле горячего гейзера проплывать. Сразу. Уже полувареная к вам на удочку. А? Как вам такой вариант? Вот. Где вода стекает в реку. А вот мы подходим к туманности. Кавандромеда. Ветерок. Приятный. А то духота стоит. Реально жарко. О как. Реально как голубая лагуна. В Исландии. Смотрите. Блин. Туманом зывало коло. Там посередине такой фонтанчик. Как в бассейнах. Прикольно. В 1880 году. Вон шума. 300 футов высоту. Вот эта вот штука. 300 футов. Это почти 100 метров. Хрена себе он дал. О, Мару. Смотри цвет воды на солнце. Все озеро. Это кипит абсолютно. Реально все кипит. Вот если видно. Блин. Бульки по всему озеру. По всему периметру его. И вот здесь посередине самый главный. такой бульон. Как этот. Как с кастрюлики. Вот сюда тоже горячая вода. Заходит. О да. Маш. Посмотри там глубина какая. Вон. Темная. Это нечто. Да. Очень красиво. Так. А тут посередине такая эрия. Просто вода стекает. Кепочка? Ну мою похоже. Нет. Не надо мне такой кепочка. Клево. Как смотри морозь. Видишь огромное пятно? О. Это огромное пятно. Гранд что его называют? Флиг. Призматик. Большая призма. О да. Эти девочки жалуются, что не хотят больше хайкать. Матери говорят обещать, что это мой последний хайк. О да. А мать ему говорит, мы еще не закончили спокойным голосом. И все. Вы только всмотритесь. Да. Да. Это походу именно то озеро, которое я всегда мечтал увидеть. Вау. Кайф какой. Оно кипит. Оно все. Ёкарный бабай кипит. Оно. 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 Оно попало в облако. Ооо. Тепло. Смотрите, как ежик в тумане. А теперь холодно. Это просто блин. Это невероятно. Это волшебство. Оно. Оно. Вот так вот это выглядит сверху. Вон оттуда. Если вам видно будет, вон люди стоят. Только непонятно, как туда добраться. Grand Prismatic Spring. Prism of light. Spectrum of life. Life on the edge. Прикольно. Ну, короче, походу, моя мечта осуществилась. Я увидел то самое озеро, когда вбиваешь в Google. Это не гейзер. Это. Не, не гейзер. Ход спринг. Вот именно этот. Вот. Когда вбиваете в Yellowstone, что он выдает первое, это вот этот вот ход спринг. Еще одна мечта осуществилась. А как вам? Просто реально это нарисовано. Я не знаю, анимация какая-то. Кивка. Блин, какая же все-таки красота. Просто посмотрите, видно, как дно уходит туда, в глубину. О да. Old Faithful. Вот, мы прибыли. Сейчас паркуем машину, переобуваемся. И да начнется приключение. Прибыли. И место есть. Прям, не знаю, не как на Гранд Каньоне. Мы приехали, и так повезло. Одно место передо мной. И потом вот все, будто после меня запечатали. А тут, смотрите, достаточно. Машины откуда только не встретишь. Вашингтон. Вайоминг. Миссури. Невада. Монтана. Опять Миссури. Техас. Юта. Еще опять Монтана. Колорадо. Еще Колорадо. Опять Юта. Колорадо. Висконси. Толпы народу. Я не стал переобуваться. Потому что мы посмотрели, везде видно настил деревянный. Потому что иначе как? Ты же провалишься. Какой монастырь, Марусь, смотри, из дерева. Там еда. Здесь заправка есть. Здесь все, ребят, есть. И что еще хотелось сказать. У нас здесь хайк. Переобуваться я не стал. Ибо настил. Но хайк 7 миль. Он не сложный. Вот. Поэтому мы идем. И здесь гейзер. Оказывается, мой хайлайт поездки был в прошлом выпуске. А Марусин хайлайт поездки вот именно этот гейзер. А вот оно что. Они все ждут этот гейзер. Вот он здесь. Вот смотрите, толпы народу. Сидят и ждут. Когда же он шарахнет. По всему периметру смотрите. Ого. Так он вверх так фигачит. Поэтому народ так далеко. Маш, посмотри туда сколько народу. Ого. Ёкарны бабай. Вы видите? Весь этот народ. О, сейчас начинается. Вот он. Все? О нет, начинается. Стой. Давай я хочу прямо в самый верх. И все? Да. Разочарование века, если честно. Что там? Просто в жильдерме, в гельме чуть-чуть. И все? Все? Я-то думал, долбанет так, что все просто ухнут, ахнут. Ну нет. Все равно пока вот такого завораживающего, чем в Исландии, я еще нигде не видел. Вот по ходу дымления сейчас по ходу даст. Прошло всего лишь пять минут. Я не знаю с каким интервалом он долгий. Интернета нет, не прочтешь. Ждем. Опять пар пошел сильней. Неужели опять ложная тревога? Вот, вот, брызгает, начинает. Видите, вот по такой дорожке у нас хайкой будет Upper Basin Geyser. Так, ну что, хайк наш начался, как я уже говорил, от 6 до 7 километров. Вокруг вот этого вулкана, который стрелял. Ну, good. Планируем уложиться от часу до час 15. Еще 6 километров по ровной дороге. Да, кстати, по времени у нас без десяти четыре. А проснулись мы в пять двадцать утра. То есть мы уже 12 часов на ногах. За это время я съел один авокадо и Маруся, авокадо и йогурт. И ты с нами не соскучишься. Мы можем весь день не жрать, лишь бы, притом не кушать, а не жрать, чтобы не потратить драгоценное время. Лучше все посмотреть, а потом вечерком поедим. Ну, в принципе, здесь и негде было после того, как мы въехали в национальный парк. А здесь, ну, блин, уже через четыре часа темнеть начнет. Как бы лучше посмотреть. Потом стемнеет, в темноте поедим. Можно сказать, у нас в путешествиях Рамадан всегда. Мы едим только после захода солнца. Кто б сомневался, вниз идти или наверх? Конечно, наверх и по бездорожью. Вот, дальше природа, дальше пошло повеселее. Вот, вот это я люблю. Корешочки, вверх, вниз, асфальта нет. Птички поют, бабочки летают. Это замечательно. Здесь как бы, фух, серьезно в горочку пошло. Ну, потому что не прямо адский такой подъем. Но, постоянно и вверх, и вверх, и вверх. На право, Маш? Нет, нам на этот, observation, да? Да. Одна миля. А, 0.1, а, ну, фигня. Сейчас посмотрим, что за обзорка там. Хорошо. Ох, ни хрена себе столб. Вон, все аж заорали. Он до сих пор бьет. Нет дыма. Нет, вода. Ага. Это такой столб. Ох, ни фига себе, прям сверху обозреваем. Ну, на секундочку, я бы сказал, это метров сто. Ну, нет, сто, это я, конечно, борщинул, но около пятидесяти, я думаю, да. Нет, сам столб дыма сотню. А вода на половине была. Фу, она до сих пор... Нет, это вода. Сейчас, да, сейчас ты про воду выходит. Ага. Обалдеть. Вот это он пыхнул. Вовремя мы как раз сюда пришли на эту обзорочку. Короче, каждые от часу до полутора часов извержения, так сказать. И воду выбрасывает на высоту от сорока пяти до пятидесяти пяти метров. Как я угадал? Я сказал, пятьдесят. Кто? Чипадейл! Чипадейл! Привейн! Вон еще один. Где? А, да, вон их. Два? Один на камне, другой вот, смотри, снизу. Какие красавцы! Ребятки, вы такие клевые. Чипадейл! Ну вот мы куда вышли. Марусь, солитерий гейзер. Солитерий. Ага. Смотри, 1915 год. Каждые четыре фута, каждые пять до семи минут. От пяти до семи. Вот сейчас будет. Вот, смотри, бурление как раз. Мы вовремя пришли. Вот, смотри. Ну да, четыре фута это полтора метра. Смотри, как волнение. Вот. Давай, братан. Давай, давай, давай. О! Молодца! Я прям вовремя пришел, ребятки. Ну мы опять вышли к гейзерам. Тут их мини-гейзеры. Ну да, мини-гейзеры. Вон там вот просто. О, Маш, смотри. Вот, вот, вот. Вот. Я думаю, откуда грохот? Проводит. Обалдеть. Ну там мишки нарисованы были. Мама мишка и медвежоночек. Дочка ее там, сыночки, не знаю кто там. Доча, внуча. Вот на картинке нарисованы. Как они здесь гуляют, живут. О, да. Короче, у нас вот реально здесь три дня. Пятница, суббота и воскресенье до отлета. Природа. Ребятки, мы тут просто наслаждаемся природой. У нас ни городов, ничего не будет. Свежий воздух, прогулки, вулканы, гейзеры, озера. Вообще класс. Тут реально сто лет не хайкали. Сто лет. Каждые от двух с половиной до пяти часов на двадцать футов. То есть на семь метров. Золотой гейзер. Аурум. Гейзер. Ну, семь метров тоже как бы не низко. Смотрите, какая прелесть. Насколько вода прозрачная, что видно, как там ступеньки вниз просто ведут. Смотрите, какое тут кипение, бурление. Все мое. Вари не хочу. Очень много франкоговорящего народу здесь. Реально ощущается Канада под боком. И смотрите, вот видите, маленький гейзерчик. Возле каждого. Пусть он будет там в диаметре один метр. Есть название. Вот этот. Анимон гейзер. Смотрите. У каждой дырки есть свое название. Обалдеть. Там анимон гейзер. Видел, Марус? Он реально вам похож на анимончик. А какой красивый стоит. Я думаю, будет называться термитник гейзер. Сейчас что-нибудь посмотрим, как он называется. Вон там табличечка. Прочитаем. Так, все по-французски. Извините. 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 Это бихаев гейзер. Не знаю, что такое за бихаев. Извините. Охренасия бихаев. Ребятки. Он 200 футов выстреливает. А времени написано, когда... А, Маша. От 10 часов до 5 дней. От 10 часов до 5 дней 200 футов вот эта вот штучка выдает. Ну, 200 футов это 70 метров. 68 если бы точно. Если я правильно посчитал. Депрессивный гейзер. Смотрите. Depression Geyser. Неплохо. Что-то какой-то он реально депрессивный. Марусь, так на него можно стоять, ждать пока он хлопнет. А он не будет. У тебя реально депрессия будет. Ты уйдешь отсюда расстроенным, огорченным. И в уныние впадешь. А потом приходишь домой. Вроде все есть. Работа, жена, деньги. А ты такой думаешь, что-то приуныл. Сердечный источник. Прикольно. Реально в виде сердца. Все вот так вот, сдалека смотреть. Вот отсюда. Сердечечко. Связь на всю появилась. Не поверите. 4G, LTE, все полосочки. А вот тут что-то серьезное. Смотрите. 3 пушки, 4. И что-то написано. Lion Geyser Group. Группа львиных гейзеров. И все. Гоглс спринг. Норд. Гоглс гейзер. Так, ну что. Дальше по тропиночке. Вон к тем, которые дымят и парят. Человек потрогал. Говорит, можно спагетти варить. Говорит, очень горячая. Блин, насколько все прозрачно. То, что вода кипит. Все бактерии сварились. Ничего там не выживет. И поэтому такая красотища. Вау. Посмотрите. Вот это огонь. Красота какая. Я не знаю слов просто нет. Смотрите, можно каждого фотографировать, снимать. Здесь деревья просто выгорели. Не знаю от чего. West Triple Geysers. Тут рассказывают про гайзеры. Смотрите, они же просто высохшие деревья. От высоких температур. Grand Geyser. Ага. Вот он, большой гайзер. Ага. Ага. Ну вот, где-то он здесь есть, этот большой. А, вот он. Я его нашел. Сегодня между 5-ю и 7-ю. Сейчас 5. Он выстреливает на высоту, чтобы он не собрать. Здесь я найду. 180 футов. Около 60-ти метров. Вот. Вот сегодня даст. Где-то, может через полчаса дать, а может через 2. Три гайзера. Вот лавочки с одной стороны. Вот лавочки с другой стороны. Видите, как при том большом. И вот люди уже занимают места. Сидят, ждут, когда шарахнут. Три гайзера. Этот вот. Может через полчаса, а может через 2 шарахнуть. А остальные каждые 10-15 минут. Так что если время есть, смотрите. Так. Экономичный гайзер. Ты видела? Экономик гайзер. Вот. Один из них. Так. А это у нас что? Смотри. Столько гайзеров. Просто ходи. Реально на везде. Не стой возле каждого. Жди, пока он шарахнет или булькнет. Смотри, это вейв. Вейв спринг. О, да. О. По-немецки говорят. Нет, это австрийцы или швейцарцы. Скажи. Скорее всего австрийцы. Австрийцы. О, как. Огромная. Практически идеально круглая. О, Маш, смотри. Два метра, а потом резкий обрыв вниз. О, да. Бьюти пул. Ну, посмотри. Это просто не бьюти. Конечно, это бьюти. О, да. Это круто. Хроматик. Пол. Тоже интересный. Блин, какая красота. Реально красота. О, Марусь. Посмотри. Здесь можно искупнуться. И вон огромное озеро. Парит. Вот, гигантский гейзер. Последнее извержение было 10 марта 2019 года. То есть, в этом году. 10 марта. Больше еще не извергался. 250 фунтов выдает. Почти 80 метров. Вот как это выглядит. Как-то так. Вот еще такой. Гротто гейзер. Вот он. Гротто. Просто дымит. Да нет, не играет. Это большие просто копейки такие. Смотрите. Нет, где ты его видишь? Это асфальтинг. Да ладно. Да дождь, дождь. Какой град? Дождь идет. Притом крупные капли. Гротто по асфальту отпрыгивал. Да и по руке как минимум. Смотри. Ни по куртке, ни по руке. Ничего. А сейчас закончится. Просто большая тучка. Там небка голубая. Притом вон там хороший ливень идет. Хрена себе капли с куриное яйцо. Реально. Маруся идет вбок. Я хоть куртку взял и промокайку. Да, я джентльмен. Я говорю, хочешь? Она говорит, нет, мне надо сам идти. Она у меня еще больше джентльменей, чем я джентльмен. Вон там видите голубое небо. Вон там видите тоже голубое небо. А над нами задница нависла. И все. Дождь как корова языком. Вы видите, надо мной прям голубое небо. Вон машины стоят. Мы тоже припаковались. Так, а в этом вот постоянно вода выливается. То на метр, то на полметра. Вон капли видны. И что это у нас? О, гейзер замок. Ну да, похож. И он выдает два раза в день. На высоту не написано, да? Ага. Ну можно вот прикинуть, вот люди. И вот такой вот два раза в день он устреливается. Вот-вот-вот вода. Так, что он? Между 4.15 завтра и 5.45 утра. Ага. Фига ему окно в полтора часа дали, чтобы он разразился. Ну на завтра здесь не будет. Жаль. А на сегодня он уже отстрелялся. Сидит на скамейке запасных, теперь заряжается. Вот такая вот радуга у нас тут вышла. Смотрите, как ливень прошел. Просто великолепие природы. Так, ну вот. Парковочка. Сейчас зайдем в магазин. Купим какого-нибудь сникерса на перекус. Поедим уже где-то в 8 вечера. Ну что, часом раньше, часом позже. Время? 5.13. Мы проснулись в 5.20. Ничего не ели. Уже 12 часов. Hamilton Store. Вот, собственно говоря, сюда мы удержим. А вот заправка. Правда, я не вижу цену. Это динозаврик Синклер или как она называется. Вот. Потом посмотрю, что там стоит бензин. Со шоколадкой. Клево сделано. Please sit yourself. Ну, мы не хотим сидеть. Зашибись. Сырный и блюбери. Круассан. Неплохо. Вот это мне нравится. На перекусон. Мороженое тоже хочу. Сейчас возьму и открыточку возьму. И попить что-то надо взять холодненького. Вот такой вот гейзер хотел сказать. Вот такое вот озерцо. Мы видели. Правда, оно немножко в тумане было. Но не суть. Я видел эти цвета. Конечно, не целиком. Но видел оранжевость. Видел красность. Видел бирюзу. Синь. Вот такую открыточку. Купил. Пойдет швандор. Платил пока жду Марусю. Она там в уборную побежала. Хотел посидеть на кресле. А тут оно написано, что продается за 500 долларов. Когда я еще посижу в кресле за 500 баксов? О боже мой. А. Кресло, Маш, продается за 500 долларов. Хочешь? Хе-хе. Так. Ну что, идем. Держи. Я перелезу здесь. Ну и под конец. Перед тем, как проститься в этой серии. Я мимо заправки все-таки проеду. Да посмотрю на цены. Потому что... Ибо интересно, сколько здесь бензин стоит. А, не так уж и дорого. Такие же цены, как я заправлялся. Смотрите. Премиум. 92-й, даже не 91-й. 3,59 так же стоит, как и там. Просто регулярный бензин, который все машины почти 90% заправляют. Там стоил 2,70 или 2,60, а здесь 3,19. Так что... Премиум. Такая же цена. Регулярный. Заправляйтесь вне парка. Ну и на этой нотке, как я уже сказал, мы с вами попрощаемся, мои дорогие телезрители. Целую всех в пузико. Лайки ставьте, комментики, подписывайтесь. А мы дальше, дальше путешествовать. Субтитры сделал DimaTorzok